Я считаю целесообразно назвать причины, которые многим не позволяют от выставок получить все, что можно. Что это за причины? Несистемный подход к выставочной деятельности. Для многих участие в выставке – это короткий спринт, состоящий буквально из нескольких дней. Мы на выставку сегодня будем смотреть как на марафон, состоящий из трех этапов. Предвыставочного периода, выставочного и поствыставочного. Будем смотреть на выставку как на систему, состоящую из трех этапов. И вообще, на мой взгляд, участие в выставке – это не три или четыре дня в году, это три-четыре месяца в году. И самое приятное, что все это время, до, во время и после выставки, участие в мероприятии может позволять нам решать наши бизнес-задачи. Стимулировать сбыт, приносить прибыль. Как этого добиваться, будем разбирать. Нечетко сформулированная задача участия в выставках. Еще одна проблема. К сожалению, когда мы проводим опросы среди участников семинаров, мы часто это делаем. И вообще, семинар на данный момент посетили уже больше 20 тысяч человек. Довольно обширная статистика у нас собралась. Так вот, к сожалению, у трех четвертей экспонентов, когда мы вопросы задаем относительно задач, которые они ставят перед участием в выставке, в формулировках задач отсутствуют количественные и качественные показатели. То есть, задача формулируется без цифр, общими словами. Что такое конкретная задача, почему жизненно важно задачи ставить с помощью цифр, количественных и качественных показателей. Как это делать, как еще до открытия выставки ее коммерческий потенциал оценить, мы с вами увидим. В этом один из ключей к успеху. Если нет четко поставленной задачи, сложно, практически невозможно контролировать ход ее реализации и тем более степень достижения. Предвыставочная рекламная кампания у многих экспонентов, к сожалению, отсутствует, потому что рассуждают они так. Задача привлечения посетителей на выставку полностью лежит в сфере ответственности организаторов. Могу подтвердить, профессиональные организаторы массу усилий, средств, денег, времени вкладывают в то, чтобы на выставку пришли нужные вам коммерчески ценные целевые посетители. Но если задуматься, чем занимается организатор. Организатор привлекает посетителей на выставку, в первую очередь, на мероприятие, а не на чей-то отдельно взятый стенд. Например, на наш с вами. А что нам-то нужно, чтобы выставка в целом была посещаема или чтобы к нам на стенд нужны именно нам целевые посетители заходили? Ответ, я думаю, очевиден. И на самом деле в наших с вами силах, не прилагая каких-то сверхусилий, используя ресурсы, которые у вас уже есть, трафик на собственный стенд повысить. Как этого добиваться, как фундамент успеха еще до выставки заложить, мы с вами разберем в первом блоке. Неэффективный выставочный стенд. Он здесь не требует проблем и больших пояснений. Это одна из самых больших наших сегодняшних тем. Мы ее в мельчайших деталях разберем. Что писать на стенде, кого он должен быть цвета, как зонально его поделить, как привлекать внимание посетителей к стенду, как представить выгодно продукты на стенде. Обо всем в мельчайших подробностях поговорим. Ну и, пожалуй, ключевая проблема – это неподготовленный персонал. Если бы меня попросили оставить одну тему из всего семинара, я бы оставил именно ее. Какие проблемы мы видим при работе сотрудников на выставках? Регулярно мы от клиентов наших получаем запросы на проведение так называемого аудита, где нас просят выступить в роли тайных посетителей. Да, под легендой клиентов мы заходим на стенды и проверяем, как сотрудники компаний работают с посетителями на выставках. Так вот, к сожалению, проблемы, которые мы замечаем, встречаются сплошь и рядом. Первое – пассивное поведение. Очень многие, приходя на стенд, продолжают вести себя так, как привыкли в офисе. То есть не переключаются из роли офисных клерков в роль продавца-консультанта торгового зала. Пассивность. Не пытаются первыми открывать контакты с посетителями. Иногда ходишь вокруг стенда, всем своим видом показываешь, что ты готов общаться, но никто на тебя не реагирует. Далее. Когда все-таки контакт происходит, практически никто не пытается сразу же посетителей идентифицировать по профилю деятельности, по географии, по задачам, которые он на выставке решает. Большинство сотрудников ориентировано на рассказ о компании или рассказ о продукте. На мой взгляд, это очень большая проблема, когда продавец не пытается даже понять, кто перед ним. Это обедняет арсенал методов продаж. Не собирают контактные данные. Нет никаких четких последовательных систем, схем тактических при работе с посетителями. Все это приводит к плачевным, к сожалению, результатам. В деталях сегодня разберем тактику и технику работы с посетителями. Поговорим о требованиях, которым должен каждый, кто на стенд попадает, отвечать. И тактические и технические схемы алгоритма работы. Где располагаться на стенде, в кокументских слов начинать разговор, что спрашивать в первую очередь, что во вторую, как на вопросы отвечать, как фиксировать всю эту информацию. Ключ к успеху уверен на выставке в руках персонала. Об этом мы будем говорить уже после большого перерыва. Поствыставочное сопровождение контактов у многих экспонентов тоже, к сожалению, отсутствует. Скажу больше, раньше начинается проблема. Часть компаний целью не задаются что-либо с посетителей собирать. Оставили визитку у посетителей? Прекрасно. Не оставили? Ну и ладно. Главное, что мы отдали им информацию о себе. Кому надо, заинтересуется, сам с нами сверху, сам нам позвонит. Даже нечего комментировать, да, такое отношение к делу. Кто-то, да, целенаправленно собирает визитные карточки. Но на визитках нет всей нужной нам информации для продаж. Там написано, сколько денег у человека, какой нужен продукт, когда, в каком объеме, какие он требования к контрагентам предъявляет, да, с кем сегодня на каких условиях работает, какие задачи решает, какие проекты ведет. Все это записать на обороте визитки или запомнить, но абсолютно нереально. Поэтому я за системный сбор информации от посетителей, либо аналоговым способом, бумажным, либо прогрессивным, электронным. Об обоих вариантах мы сегодня с вами подробно поговорим. А главное зачем? Чтобы после выставки максимально быстро все, что мы от посетителей собрали, превращать в деньги. Поговорим о системе обработки контактов. Поверхностная оценка эффективности. Ну, я бы на две части эту проблему разделил. С одной стороны, есть компании, которые участие в выставке оценивают по ощущениям. Ну, вроде ничего, нормально отработали. Или как-то не очень, что-то пустовато было, плохой результат. Все на этом. Причем, когда спрашиваешь, а как вы оценивали результаты, да, вот вы говорите, там, нет эффекта, нет продаж. Как вы оценивали? Ну, я же вижу, нет результата. И вот мне всегда вопрос, а куда смотрит человек, где показывают результаты, да, как это можно чувствовать, как это можно видеть, если нет четкой системы. И очень бывает обидно, когда результат есть, просто компания его не видит. Вот мы с вами в конце занятия разберем оценочную матрицу, которая позволяет выставочную деятельность оценивать всесторонне, с материальной и нематериальной точки зрения, в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Ну, и вторая проблема, как раз наоборот, когда не раз участники СМИРов ко мне подходили и в перерывах, и после занятия с такими словами. Они говорили, Николай, директор запрещает нам показывать ему визитки, там, анкеты, прочие материалы от посетителей, собранные на стенде. Он говорит, мне все это неинтересно. Я вижу расходную статью на участие в выставке, где возвратные инвестиции, где деньги. Вот сколько вложили, я вижу, сколько заработали, какие выгоды конкретно мы от участия в выставке получили. Вот как на такие вопросы отвечать, мы выясним в конце занятия с помощью вот этой комплексной оценочной матрицы. Ну, и последнее по порядку, но не по значению проблемы, это переоценка роли организаторов. Часть экспонентов рассуждают так. Мы заплатили деньги, организатор нам обязан обеспечить результат. Иначе за что мы платим? Логично, могу лишь повторить, что профессиональные организаторы в вашем успехе заинтересованы кровно, не меньше вашего. И это никакой не альтруизм, они просто прекрасно понимают. Чем больше заработаете вы, тем выше будет ваше желание вернуться на следующий год и снова заплатить организаторам. Чем лучше вам, тем лучше им. Здесь все в одной лодке находятся. Но может ли организатор влиять на наш ассортимент, на наше ценообразование, на качество наших продуктов, на то, как мы оформляем стенд, на то, как работают сотрудники на стенде, на то, как они фиксируют, обрабатывают контакты в поствыставочный период? Ответы на все эти вопросы звучат одинаково. Нет, организатор на это напрямую повлиять не может. При этом все это радикальным образом влияет на результаты участия в выставке. И на мой взгляд, выгоднее не ждать небесной маны, не рассчитывать на то, что организатор за нас сделает всю работу, а принять как данность, что участие в выставке – это труд коллективный. На 50% это задача организатора – обеспечить инфраструктуру, условия, создать повод коммуникационный, организовать площадку, провести рекламную кампанию, обеспечить поддержку информационную, государственную, отраслевую. А вот наша с вами задача – из этих созданных ресурсов выжать все до капли. И на самом деле все это абсолютно реально, если относиться к выставкам системно, последовательно, как к проекту. И начать, конечно, стоит с оценки коммерческого потенциала выставки, с постановки предметных, конкретных задач участия в выставочном.